Очень похож на настоящего Конюхова, когда герой спасает человечество. Сейчас просто рынок сопереживаний довольно большой. Простите, Федор Сергеевич. Станиславский. Ну нахрена? Все нормально, руби! Привет. Давно ли вы творили какую-то дичь? Ну, все творят дичь в разное время, в основном бесплатно. Чаще даже потом сами расплачиваются за сотворенное разной степени глупости. И вряд ли вы ожидали после сотворенного социального одобрения. Представляю вам человека, творящего лютейшую, просто напрочь отмороженную дичь, которую общество не просто одобряет, а прям-таки боготворит. Та-дам! Федор Конюхов. Почему я должен платить за ваш адреналин? Вас прет, а нас колотит. Список того, что сотворил за свою жизнь Федор Филиппович, впечатляет. Скоро Википедия порвется. Давно ли ли жизнь этого человека просилась на экран? Может быть, никогда? Вы, конечно, знаете этот распространенный штамп. Итак, Федор Конюхов и фильм о нем «Повелитель ветра». Хотя справедливости ради, ничем он там не повелевает. Кроме разве что Господа нашего Бога, которому он, в общем-то, довольно почтительно, но при этом часто отдает распоряжение. Впрочем, это немало. Столько хочется сказать, я не знаю, с чего начать. Ладно, поехали. Сама идея творить какую-то рекордную дичь кажется мне странной. Мы ни разу на комбайнах не играли в бадминтон. Вы, значит, тратите несколько лет жизни, чтобы на воздушном шаре быстрее всех обогнуть землю. Вас, справедливости ради, таких психов всего двое. Кому это вообще в голову пришло? Он один такой. Ну ладно, может быть не двое, может быть в голову это пришло к чуть большему количеству людей, но сделали бы только двое. Но это по фильму, я так не изучал вопрос, но положусь на сценаристов. И мне, конечно, предлагается этому сопереживать. Почему именно этому, не ясно. Сейчас просто рынок сопереживаний довольно большой. Он всегда у нас у землян довольно большой, но в последние пару лет мы что-то совсем раздухарились. Непонятно, на какой черт это вообще все нужно. Понятно, что это геройство, невероятные испытания, еще что-то такое высокодуховное, морали подъемное. Но нахрена? Я понимаю, когда герой спасает человечество. Ладно, я понимаю, когда герой спасает хоть кого-то. Но когда герой спасает только самого себя, и только потому, что он сам залез в эти обстоятельства. Ну вот возьмем какого-то болвана, который в обычной жизни совершил что-то невероятное, но глупое. И мы ему не сочувствуем, мы говорим, что он болван, да? Но если эту дичь совершили всего два человека на земле, тогда да, тогда это героизм, этим стоит восхищаться. Лично мне в этих геройствах не хватает чего-то прикладного, каких-то датчиков, которые снимут какие-то уникальные данные, или еще что-то в этом духе. А так получается, что какой-то человек оболванил свою жену, детей, спонсоров, и эксплуатируя их светлые чувства, творит свой никому не нужный рекорд. Или это нужный рекорд? Тогда кому? Тогда зачем? Ну это ладно, это Конюхов нашел, оболванил все счастливые родственники, что не убился, спонсоры, что тоже не убился. Допустим, честно говоря, это вообще не мое дело. Но я не про Конюхова, я про кино про Конюхова. Значит, родственники, ладно, легко сказать, чужая семья потемки, все такое. Но это же кино, здесь важен мотив. Для меня, для меня, если вам плевать на мотив, то двигайте давайте на какой-нибудь другой канал. Зачем сын в этом участвует? Потому что сын, ну допустим, жена почему терпит? Миссия у нее такая. Допустим, спонсор. Но это в фильме, знаете, такой интересный человек. Он дал деньги на экспедицию и все два часа причитает, как баба, что он дал деньги на экспедицию. Возьмите себя в руки уже, от вас тоже многое зависит, он там все чувствует. Что денег у него нет, что он банкрот, что он буквально продал свой дом. В конце, что удивительно, нам объясняет очень сложную и странную историю, почему он причитал эти два часа, но дал деньги на экспедицию. Не буду спойлерить, вдруг, как говорится, доведется и вам посмотреть. У тебя дело, ты крутой мужик с баблом и офигенной, крутой, хоть и странной идеей. Или ты причитающая баба. Это не вопрос пола, а вопрос плаксиву поведения. Мужки бабами бывают чаще женщин, так что половая принадлежность здесь ни при чем. Сексисты, до свидания, феминисты и феминистки, добро пожаловать. Далее летим. Я не понимаю, конечно, всех производственных сложностей, но мне кажется, авторы не сильно углублялись в суть. При любом удобном случае, герою советуют почистить форсунки и сказать, какая температура, за бортом и на борту. Сам Федор Конюхов добавляет к этим нехитрым манипуляциям молитву. В общем, к концу фильма я стал экспертом в воздухоплавании. Сколько я молитв не знаю. Но температуру проверить могу и форсунку почистить? Наверное, могу. Правда, на такой высоте я там, признаться, умер бы от страха. Да. Ну уж посоветовать почистить форсунки, так это вообще без проблем. Легко. Вообще, мысль, что все преодолевается с помощью молитвы и божьей помощи, кажется мне немножко ущербной. Если серьезно, я бы сделал так. Он все преодолевает сам, находит самые невероятные выходы из самых сложных ситуаций, которые надо сначала придумать, а потом найти из них выход. В чем, собственно, и состоит работа автора. И только последний эпизод, в котором он сделал все, все, что возможно, и уже никакого выхода нет, и тут ему помогает Господь. Вот это было бы супер. Годится идеально. Но мысль о том, что ты можешь при любой трудной ситуации бежать к Богу с криком «Выручай» не уверен. Есть ситуации, в которых герой чуть ли не указывает Богу, он хочет подняться, эксперты внизу говорят «Выше не поднимайся, ты просто упадешь камнем вниз». Ну как эксперты, те, кто знает, что надо почистить форсунки. Но герой не боится, ведь у него за спиной Господь. Лично я бы на месте Господа нашего, слава ему во веки веков, обиделся и сказал ему «Знаешь что, выкручивайся сам, я тебе устами твоего помощника, говорю, не лезь». Он лезет. А я «Выручай». Простите, Федор Сергеевич. О хорошем. Актер. Люблю Федора Сергеевича, блестящий актер. Честно говоря, Конюхов очень похож на настоящего Конюхова, только он намного лучше. Довольно точно отражены какие-то манеры его, но это не очень сложно, это техника. А вот внутренне это сложнее. Но все как должно быть. Станиславский. Визуализация. 5 баллов. Я знаю, что все теперь эксперты. Знают, как должна выглядеть гроза изнутри. Это летать там и форсунки чистить особо желающих нет. А мнение свое мы всегда. Это, если что, самокритика. Короче, визуал отличный. И вообще, если убрать смысловую, мотивационную часть, я не могу считать мотивацией фразу «так надо». То фильм неплох. Вполне достоин ваших 300 рублей. Есть атмосфера, есть напряжение. Не сказать, что он поглощает тебя целиком. Довольно банальные диалоги. Длинные. Иногда и возникает ощущение, что они в общем не нужны. Как говорится, про форсунки сказал. Температуру проверили. Чего дальше гундеть. Но в моменты, когда герой все же лезет в какую-то самую отважную дичь, неважно на море или в воздухе, смотрится это, конечно, с интересом. Конечно, надо смотреть на большом экране кинотеатра. Если вы посмотрите это на своем сраном смартфончике и скажете, что вас это не впечатлило, то я не знаю, что я сделаю. Скорее всего, ничего. В общем, решайте сами, смотрите или нет. Симпатичный фильм с определенными достоинствами и недостатками. Телеграм, бусте, подписка, донат. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok